Псков был атакован из России. Путинские олигархи разбогатели. Еще опять и Фридман тоже. Не смогли на Луну, зато с арматой на месте Роскосмоса отчитался о постановке нового ядерного оружия на боевое дежурство. Это воздух новости на Ходорковский лайф. Меня зовут Елена Малаховская. Ставьте лайк нашему ролику и прямо сейчас переходим к обзору главных событий этого дня. Украина атаковала Россию из России. Такое заявление сделал начальник главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов. По его словам, беспилотники, которые ударили по аэродрому Кресты в Пскове ранее на этой неделе, были запущены с территории России. Я напомню, в результате этой атаки были уничтожены два российских военно-транспортных борта Ил-76 и еще два повреждены. По словам Буданова, удары наносили прицельно по топливным бакам и важным частям лонжерона – крыла. И еще одно важное заявление украинской страны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Украина начала разрабатывать оружие, способное преодолеть расстояние в тысячу километров еще с марта 2020 года. Это было сделано в соответствии с поручением президента Владимира Зеленского. Из Кремля вроде как отвечают. Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главы Роскосмоса Юрия Борисова. «Сармат» – комплекс шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой, которая, как заявлено, может нести широкий спектр ядерных и гиперзвуковых боеприпасов большой мощности. Владимир Путин анонсировал его развертывание в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества в этом году. Естественно, на этом фоне пропаганда с новой силой начала осыпать ядерными угрозами. Например, военкор Александр Котц пишет, я цитирую, «Это крайне серьезный аргумент, чтобы было понятнее, одна ракета может устроить вероятному противнику около 500 хиросим». Конец цитаты. Напомню, что 20 февраля, когда Джо Байден прилетел в Киев, CNN сообщали о том, что Россия провела испытания «Сармат». Правда, неудачные. За последние 12 месяцев войны бойцы ЧВК «Вагнер» составили треть всех подтвержденных потерь российской стороны в Украине. Об этом свидетельствует анализ открытых данных, проведенной BBC. По данным журналистов, которые с самого начала войны совместно с «Медиазоной» ведут по открытым источникам список погибших российских солдат, установлены имена более чем 8 тысяч вагнеровцев. При совокупных подтвержденных потерях – почти в 24 тысячи. Журналисты также отмечают, что реальное число погибших гораздо выше, так как далеко не все имена попадают в открытые источники. Граната взорвалась в квартире в московском районе Покровская-Стрешнево. Изначально взрыв жители дома приняли за беспилотник и сообщили об этом в экстренные службы. Однако вскоре выяснилось, что произошел подрыв гранаты. Как рассказали корреспонденту телеграм-канала «Шот-очевидцы», сначала они услышали сильный хлопок и тут же бросились на помощь. В квартиру забежали соседи снизу, которые увидели парня без рук и всего в крови. Они помогли врачам вытащить его на улицу. По данным Шот, в руке 20-летнего парня разорвалась граната, осколки попали в живот. Сейчас его в крайне тяжелом состоянии везут в больницу. Администратор телеграм-канала «Москл Колин» Андрей Куршин, задержанный накануне в Москве, признал вину в дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах. Причем в сообщении агентства говорится, что Куршин признал вину в дискредитации. А вот номер статьи приводится 207.3. Это фейки об армии. Впрочем, в выдуманных преступлениях несложно запутаться. В 2014-2015 годах Куршин воевал в Донецкой области на стороне так называемой ДНР. Позже он завел телеграм-канал «Москл Колин», в котором в том числе критиковал российское вторжение в Украину. Например, в июне он писал, «Полтора года мы ведем войну, убиваем, несем потери». При том, что все участники СВО понимают, что как заявленные цели, так и ход ее проведения насквозь лживые. А бесконечно лгать, как известно, нельзя. Российские олигархи продолжают богатеть, несмотря на санкции. С начала года их совокупное состояние выросло более чем на 32 миллиарда долларов. Такие подсчеты провели в агентстве РИА Новости на основании индекса миллиардеров «Блумберг». Быстрее всех растет капитал совладельца Лукоилова Агита Олег Первого. Он прибавил более 7 миллиардов долларов и сейчас владеет почти 23 миллиардами долларов. А вот самым богатым оказался один из основных владельцев Норникеля Владимир Потанин. С начала года он увеличил свое состояние более чем на 1 миллиард долларов. И теперь оно оценивается почти в 30 миллиардов. Также в рейтинге Леонид Михельсон, Владимир Лисин, Алишер Усманов и другие замыкает десятку основателей альфа-групп Михаил Фридман, чье состояние выросло почти на миллиард долларов и перевалило за отметку в 12 миллиардов. Школьникам в затопленном Уссурийске пришлось добираться на линейку на лодке. Вот сегодня у нас 1 сентября. Детишки, школьники наши передвигаются на лодках. Вот такой праздник у наших ребят. В Приморье действует режим ЧС из-за сильных дождей, которые продолжаются с начала августа. Учеба в школах начнется с 11 сентября, но празднование 1 сентября решили не отменять. Кандидат в губернаторы Хакасии от «Единой России» Сергей Сокол попал в реанимацию в Москве с обострением ранее перенесенного перитонита. Некоторые комментаторы предполагают, что он может сняться с губернаторских выборов, которые пройдут 10 сентября. Ранние эксперты движения «Голос» заявляли, что Сокол, которого поддерживает Москва, уступает в популярности действующему главе Хакасии коммунисту Валентину Коновалову, который возглавил регион в 2018 году, оказавшись в числе четырех протестных губернаторов. Кроме того, в «Голосе» отмечают, что в этом году Хакасия оказалась единственным регионом в России, где проходит конкурентная избирательная кампания. И даже несмотря на вмешательство центра, кандидату «Единороссу» не удалось добиться преимущества. Также, судя по всему, популярности Сергея Сокола не способствовало его участие в войне в Украине в составе так называемого депутатского батальона «Каскад». Не помогло и то, что прямо перед выборами из «Единой России» в Хакасии вышли четыре ее видных и давних деятеля, а местное партийное отделение возглавляет как раз «Сокол». Причем некоторые ушедшие «Единороссы» публично заявили о несогласии с действиями партии, а один из них и вовсе решил поддержать на выборах кандидата-коммуниста. НАСА показало снимок нового кратера на Луне. Вероятно, это след от крушения российской станции «Луна-25». Об этом сообщается на сайте НАСА. Диаметр кратера около 10 метров. Он находится примерно в 400 километрах от предполагаемой точки приземления Луны-25. В агентстве отмечают, что на прошлогодних снимках кратера нет. В ночь на 11 августа Россия впервые со времен СССР запустила лунную станцию. И она должна была совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 21 августа и заняться там исследованиями грунта на наличие льда. Однако 20 августа в Роскосмосе сообщили, что связь со станцией прервалась, и она прекратила свое существование после столкновения с поверхностью Луны. При этом почти в то же время, на 23 августа, модуль индийской лунной станции прилуниться все-таки смог. Что ж, это все новости к этому часу, которые я собиралась вам рассказать. Не уходите от нас без лайка и обязательно подписывайтесь на Ходорковский лайв. Скоро увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!